Здарова всем времени суток и сейчас мы поговорим на тему блочных конфликтов CSS в общем если уж мы начали эту тему блоков то в этот раз надо посмотреть как они могут между собой конфликтов так если объяснить это немножко в теории то вот представьте есть у нас один блок потом за ним следует еще один блок и вот предположим у первого блока у нас задан мерджин нижний ну там например пиксели в 50 и это мы знаем но нам потом захотелось еще верхний мерджин добавить нижнему блоку тоже например пиксели там но не в 50 пускай будет в 20 то если так подумать от этого идет марджин 50 пикселей от этого 20 и того получается 70 но на практике у нас так останется 50 пикселей вот этот вот 20 пикселей не марджин верхний и нижний блок он учитывается не будет будет всегда браться тот который больше это вот первый конфликт такой он называется внешним есть еще внутренний конфликт но это когда уже один блок вложен в другой это мы уже на примерах там на практических посмотрим объяснять его уже будет сложновато так ладно переходим давайте в пички дизайнер и посмотрим час в прошлом уроке у нас был один гиф с названием блок вот у нас да мы ему еще оверфлоу задавали авто ну давайте теперь поднимем создадим еще один блок вот так как так сейчас английскую раскладку поставлю дизайнер назовем его ID ID.conf ну от слова комплект давайте ID.conf ID.conf не знаю что тут написать то ну ничего не будем писать просто оставим ему пустым сейчас я скопирую название IDшника тут сохраняем переходим в облицем стиле и здесь внизу после блока задаем ему свои там какие-нибудь правила первая должна быть у нас это рамка чтобы его можно было видеть у нас бордер один пиксель сплошная черненькая название не поставил он далее сделаем ему ширину какую нибудь а то пока он у нас сейчас как вы понимаете если не задавать блоком ширину то они расширяются во всю ширину браузера это некрасиво поэтому сделаем ему пикселей там в 500 как у того блока тоже у верхнего 500 пикселей ширина и высота высоту сделаем пикселей в 400 вот так вот теперь посмотрим появился ли он у нас вот он появился но он пока выровнял у нас не посередине давайте его тоже посередине выровняем значит марджин сверху справа снизу 0 и слева вот так вот середина вот идут два блока друг за другом да теперь давайте сделаем вот этому блоку айди блок нижний марджин нижний отступ вот у нас тут марджин идет снизу ему задан уже 25 пикселей ну давайте сделаем пикселей 50 вот 50 пикселей теперь обновился вот уже отступ стал побольше да теперь нижнему блоку давайте зададим отступ верхний пикселей в 20 вот марджин вот здесь просто приписали 2 0 и пикс 20 пикселей смотрите по идее да вот многие новички они складывают эти марджины у блоков и по их нему сейчас должно получиться 70 пикселей 50 плюс 20 и того сервиса да ну вот если мы обновим то фиг вам останется все так же как и было никаких тут отступов больше не прибавилось если мы посмотрим это в фаербаге вот сюда нажимаем на значок вот смотрите вот этот оранжевый цвет вот он показывает нам этот самый марджин 20 пикселей сверху он никуда не делся он на самом деле тут есть но он ничего сейчас не решает потому как у нижнего марджин больше то есть у верхнего блока нижний марджин больше вот видите оранжевый цвет который подсвечается 50 пикселей а верхний только 20 чтобы у нас отодвинулся нижний мы должны задать больше ну не 50 пикселей а пикселей в 70 и тогда он отодвинется так как его марджин будет больше чем вот этот марджин нижний и верхний блок если мы так сделаем если мы так сделаем здесь у нас сделаем 70 пикселей сверху то смотрите отступ будет больше вот он вырос нижний уже то есть ну да нижний марджин у верхнего блока отступ снизу он уже стал меньше 50 пикселей всего а верхний 70 и поэтому этот марджин больше он идет уже в активность короче запомните чей марджин больше тот и работает короче говоря это был первый конфликт теперь второй конфликт посмотрим так вот у нас пустой значит блок conf сейчас мы в нем сделаем тег p напишем что нибудь тут текст и просто текст так и чтобы нам этот конфликт было видно бордер уже придется убрать вместо бордера можно сделать outline но это как вам сказать наподобие так аут наподобие рамки только это не рамка это как бы контур один пиксель тоже сплошной outline будет solid цвет черный так обновимся вот outline вот текст смотрите значит сейчас у нас 70 пикселей сверху так 70 пикселей сверху вот у этого блока мы можем нижний отступ обнулить так как он все равно сейчас у нас неактивен вот если мы сейчас обновим то ничего не поменяется того как у этого 70 пикселей был верхний так он и остался вот смотрите теперь если мы зададим отступ этому тексту ну зададим ему класс класс текст так сохраним здесь я скопирую название класса тут напишем этот класс и зададим ему тоже маржин верхний предположим пикселей 20 сверху справа снизу слева пускай будет по нолям смотрите по идее сейчас этот текст должен у нас ну просто вниз опуститься обновимся и как мы видим ничего не произошло текст у нас как остался сверху так он и остался если посмотреть это в фаербаге то вот видите оранжевый цвет он показывает этот самый мержин сверху он 20 пикселей вот а вот у основного блока верхний мержин 70 пикселей поэтому вот видите этот клип внутренний то есть вложенный чтобы этого конфликта не было достаточно задать просто маржин ну рамочка достаточно задать то есть придать этому блоку границу это у нас бордер 1 пиксель черненький аутлайн уже можно удалить если будет если у нас бордер то соответственно граница у блока появилась уже есть чего отодвигаться вот смотрите текст у нас уже 20 пикселей опустился вниз если мы зададим 30 пикселей он соответственно пониже так вот он застал пониже вот так что это запомните от этого вообще на самом деле зависит будете ли вы путаться сэсс приверстки сайта либо же будете работать спокойно без всяких ошибок и лишнюю суеты так но на самом деле вот можно еще избежать вот этот момент с этим внутренним конфликтом даже вот пускай у нас и не было бы этой рамки вот сейчас я ее удалил вот вот сохранил сейчас у нас уже отбалится так да аутлайн сделать чтобы было видно отлайн 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 черный а то его не видно блин вот видите 30 пикселей у нас осталось сверху мы это не удаляли просто убрали рамку и у нас пропал отступ но чтобы он появился тут достаточно просто не марджин задать нашему тексту а пэддинг внутренний отступ то есть если мы зададим пэддинг то все у нас будет работать пэддинг вот мы задали пэддинг и вот у нас все прекрасно работает тут уже никаких конфликтов не возникает так что это тоже один момент запомните его ладно все не буду вас больше утомлять до следующих 7 уроков пока 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 нет пока пока не не не